А все остальные вопросы, которые касаются организации общины, жизни людей в этой общине, я смогу ему ответить на все его вопросы. Эта информация, она вся проходит через меня, я в ней участвую очень активно. И в принципе знаю достаточно много, чтобы практически ответить на все его вопросы, которые были во второй части письма. Да, потому что вторая часть письма там была вся связана с вопросом. Да, и все остальные вопросы, которые касаются жизни в этой общине, организации, развитие коммунистей, и все остальные вещи, которые были в этой организации, и все остальные вопросы, которые были в этой организации. Что касается духовных вещей и теологических. Я вообще не хочу поговорить так много, но поговорить о возможности, которую я поднялся в моей литературе, о коммунистах Кришна. Да, поэтому я особо-то и не стремлюсь вот так глубинно сейчас на духовные такие темы. Там, говорит, у меня в письме я обозначал, что он очень заинтересован в том, что возможно ли, что Кришнаидское сообщество сюда как-то... и поэтому он все это уже обозначил письменно. Which shall we take first? I'm sorry, я забыла один момент. И вот я, конечно, вот этот про полис мира, то, что я сказал, был вдохновлен. So, which shall we do first? The practical things or the Christian in community? Any questions, either practical or... Let's talk about... Let's talk about how your community functions first, and that'll give me some insight into the ideas of the cooperation of a Krishna community with a Vododha. Тогда давайте поговорим, вот, мне бы хотелось узнать, как действует вот эта община, чтобы мы в перспективе тут же могли увидеть, как можно нам взаимодействовать, найти точки соприкосновения, а может быть, и вот с участием его... So, since we have so many viewers, let me just explain my background a little bit on this. Also, maybe refresh your memory. Да, но так как нас тут так много, я бы хотела немножко еще сказать про себя, представиться немножко, потому что у нас целая команда. Но я бы два слова хоть про команду скажу. Да. Что у нас, значит, Оленька вот в Оранжевом, она у нас журналист нового времени из Томска. Мы 8 лет в нашем движении образования ради жизни. Танечка у нас с 2000 какого-то тоже давно. Таня Кремнева из села, Зелянка. Она там ведет огромную работу с людьми, с детьми. Ежегодный форум ЗОВ Чулыма. Очень большую работу ведут население. Софья у меня уже годом 5 лет, да, Сонечка? Софья у нас учителя русского языка, литературы. Очень заинтересована в развитии Сибири. Вся живет вот в этом сибирском, в развитии Сибири. Мечтала сюда приехать. Она с сыном здесь, с Кириллом, который познакомился с тобой. Людочка вот у нас. Какого-то еще у нас? Люду знаем хорошо. Узнаешь хорошо. Александр Истолко. Я его увижу первый раз, но он так сильно захотел приехать. Я рада, что он с нами. Он из Томска тоже. Ну, а девочки ваши, Надинин. Да, да, всех узнаем. Узнаешь, там Рико я знаю давно. Ну, и мы с ним познакомимся благодаря Саше Стоуну. Когда он нам сказал Надинин. Тогда мне представиться, а то мы так начали. Он говорит, что он очень рад, что я говорил несколько раз о том, кто мы. И он также попросил приглашение, чтобы представить себя. Пошелся. Пожалуйста. Но если существует такое условно-социальное знакомство, то есть, как бы, некий статус, да, который... То есть, я являюсь устроителем церкви Последнего Завета. Это такой социальный статус. Хотя он больше связан с определенной ответственностью, которая возлагается. Это в большей степени связь со всеми... Ну, так скажем, так условно говоря, с миром, да, это все, что касается, значит, всех уровней власти, вся социальная сфера, медицина, значит... You can remember all this? Yeah, I will. And she will, if I forget something, Tamriko will add. Oh, this was... Ты что запомнила? Я говорю, я запомнила. Образование, да, образование, в общем, все те сферы, которые у нас связаны общением с церкви или, так скажем, верующих со всеми областями жизни, которые вот окружают нас. So, I will do my best, and Tamriko will add, if I forget something. So, we usually start with introducing ourselves from this social view, as if... So, he is the manager, the main manager of the entire Last Testament church here on the Promised Land, and he is busy in making all kinds of arrangements concerning education, connections with the outer world, so to say, the government, all the structures, connecting with people from different cities who arrive. He arranges things for them also. What else, Joshua? So, many, many things concerning organization of the community. He deals with the external, external aspect of the community. Да, да. Everything is set, she said. So, all things concerning their self-organization and their life of the entire community. Отлично. He's also, he's also senior member, right? When did he join? When did he? He's one of his first followers, right? When did he begin? Вот я так и сделаю сейчас, да. He's always found himself. Намечу, да. Сейчас мы познакомимся, я потом просто мы... Да и... Вадим, что ли? Да, да. Привет! Да, да, да. 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 Отлично. Отлично. Хорошо. Все, все отлично. Давай. Я так и сделал, ага. Я позже позвоню, дай ему, ага. Нет, нет, сегодня, мы все на сегодня, мы все, весь разговор сегодня закончим, ага. Да, очень хороший, да, замечательно. Все, все, счастливо. Да, Нина, тебе привет всем, да. Ну-ка, коротко сейчас расскажу, до вопросов еще. Спасибо еще, Полинка, у нас очень важно. С какого года ты, Тушка, да, цель? Значит, я сюда приехал в девяносто шестом году. Коротко сразу, как информацию, что... Ну, мы вопросы учителю передали. И вот сейчас был разговор, что 15-го числа у нас есть возможность ему задать вопросы учителю, те духовные вопросы, которые он обозначил в первой части в своем выпуске. You have this opportunity to directly ask the teacher the spiritual questions that we put, you put in your letter to the teacher. Okay. Wonderful. But you said Vladimir, but isn't this your Vladimir? No, 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 Vladimir is on the mountain. Oh, okay. I was thinking, okay. Vladimir. Okay, Vladimir, Vladimir. He has just had the connection. Бобби, Бобби. Оба, смотри оба. Мы сейчас встречу построим так, вот мы сейчас где-то в течение получаса. So he said that now we will do the following. During the first 30 minutes we... Это первый наш такой, как бы, как бы, небольшой будет разговор. Дальше у нас очень важное собрание, которое... на котором мне надо быть обязательно. И после него я сюда возвращаюсь, и мы еще раз встречаемся, потому что есть несколько очень важных моментов, которые нам обязательно сегодня надо обсудить. Yes, because we have several very important issues. Это касается его вопросов, которые он задавал. That we have to discuss today, because this will be in connection with the questions to the teacher, the spiritual part of it. И по организации еще чуть-чуть. Значит, 14-го числа в 5 утра у вас выезд, ну, на праздник. The 14th of January you are to leave at 4 o'clock in the morning for celebrating. Так как встреча 15-го, то два человека, значит, ну, вместе с переводом, так я беру сейчас тебя, Орида, остаются с ночлегом на горе. The two of you will be in the mountain, you will be sleeping in the mountain, having a night. И 15-го числа после встречи я вас отвезу сюда в Петропавловку на машине. And at 15th he will bring us from the mountain to Петропавловку by car. Все ребята, которые, ну, в группе, 14-го после слияния, после окончания праздника, ну, на той же машине, на которой приехали, на микроавтобусе уедут обратно сюда, в Петропавловку. The rest of our group, as soon as the celebration will be over, they will be brought by that very car, everything will be came to be brought to Петропавловку. Встреча будет в таком узком кругу, то есть это будут только переводчики, я, Вадим и учитель. There will be only the teacher, he, Вадим, the scriber and his followers, and translators, and you. That's all. Тогда слушаю его вопросы. Now your questions according to him. So, again, for the benefit of the others, I wanted to introduce, give a little bit of my background. My background. My background. My background. So, I've been involved in community development for about 30 years. 35. 35 years. 35 years. With connection with Krishnaites. My spiritual master Bhaktivedanta Swami, he wanted very much his followers to develop alternative village communities. Based on spiritual principles. Our teachings are from Vedas, which you may know are very ancient sources of spiritual wisdom. And so, they give some knowledge of, let's say, how the world formerly used to work. That culture has been lost. And so, what we want, we want to establish it again. Of course, it won't be established exactly the way it was before. So, we have to take part of the old, and the new, put them together. So, this old system, formerly in Sanskrit, was called Vana-ashram-dharma. Varna-ashram-dharma. Okay. Varna, there's two parts of this word. Varna and ashram. Ага. Две части в этом слове – варна и ашрам. Варна относится к разным типам людей. По всему миру есть разные типы людей. Есть люди, которые занимаются более духовными такими глубокими вещами, кто-то в коммерции, в бизнесе, в труде разного рода и административный класс. Эта часть осталась такой, как и есть. Люди, они разные. Ашрам? Здесь уже основная цель – это развитие образования, социальное развитие общества. Студент life, married life, retired life. Жизнь человека пока он учится, потом пока он женился, семья, потом когда он на пенсию ушел, то есть все этапы жизни. She keeps burning her feet at me. It's not good. Excuse me. So, what we want to do is create this spiritual culture, combining people of modern society with these spiritual principles. So, I am here to look at your community to see how they are functioning or if they are functioning somewhat in accordance with these ideals. So, let's start with economics. Perhaps you can explain how the economics of your community functions. No. No. I understand that. You have a very large community. How many villages? 50 villages? Yes. Yes. I have heard that it's a large community. It's a large group. 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 Maybe you could start with the big picture and then narrow down into perhaps what's going on on top of the mountain because that may be different. I will have to start with the many moments of life of the community. Но для того, чтобы начать с сегодняшнего дня, очень важно передать саму идею, которая была заложена и которая касается уже духовных вопросов. Но для того, чтобы начать эту конверсию, я бы хотела начать с спиритовой идеей, которая была в самом начале, почему эта комьюнити появилась и началась развиваться. Чисто информационной информацией. Приехали сюда люди из разных стран, даже мира, из разного возраста и разных специальностей. Каждый приехал с какими-то своими внутренними сложностями и проблемами. Но приехали для того, чтобы постараться на духовной основе выстроить то общество, которое будет жить по тем законам, которые эти люди приняли для себя как истину. Поэтому любое построение жизни здесь, в любой сфере, всегда будет касаться духовных вопросов. Правильность действия в любой сфере через духовные вопросы. Поэтому в разговоре, когда мы будем касаться какой-то сферы, в данном случае экономики, либо какой-то другой сферы, я буду касаться некоторых маленьких деталей, на которых основывается вся жизнь. И он будет понимать, что это те духовные вопросы, без которых дальше невозможно выстраивать ни экономическую деятельность, ни образование, ничего. Итак, попробуем коснуться одной. Я буду короткими фразами, как строчки такие, которые будут давать саму идею духовную. Ну и дальше я расскажу как бы экономическую тему, которую он как бы просил. Итак, короткая такая фраза, как планка, которую стремлены все те, кто приехали сюда, в тайгу, в Сибирь, в деревню. Человек не имеет права даже подумать о ком-то плохо. Если говорим сразу, отталкиваясь от этого, то любое построение общества по этому закону, или стремящиеся мы к исполнению этого закона, будут определять правила построения как экономики, так и общей жизни. Так что, according to this very simple spiritual law expressed in this sentence, the entire economics and self-organization and all the things connected with the life of this community will be based on this fundamental thing, ritual thing. Теперь касаемся материальной части, которую, наверное, его больше всего интересует. Now let us speak about the material stuff. I think you are interested in it greatly. Общество, которое пробует здесь формироваться, видит в материальной части задачу сформировать автономно все необходимые для жизни мастерские, ремесла, направления жизни, которые позволят при любых обстоятельствах экономических, политических, природных, сохранить жизнь этих людей, воспитывать детей, растить их, обучать и так далее. So the society that has been created by all those people is based on the material part of it. It is on the idea to be totally self-sufficient, independent, to be capable to live independently of all the systems, to be capable to survive in any conditions, so that they could not only survive, but also educate children, to be capable to develop the culture, to create this unsinkable new society. Is there a central plan for that? A central plan? A central plan. In other words... Есть какой-то центральный план, как это все сделать? Генеральный план этой всей идеи, как его освещить? Да. Как генерального плана, который бы четко висел на стене, и по которому мы бы жили, такого нет. There is no such a general plan that we can have on the wall and just live according to this general plan. Есть та направленность, которая предполагает в разных деревнях, при разном опыте жизни людей, при разных их специальностей, найти оптимальный вариант соединения, где будут развиваться те или иные направления, и где они будут перекрывать нужду другой деревни, других людей. То есть это оптимальное решение будет больше связано с тем, что происходит в конкретной данной местности. В данном случае в Петропавловке, или в Гуляевке, или в какой-нибудь другой деревне. То есть где перекрываются те нужды... Ну, к примеру, не надо в каждой деревне делать 10 одинаковых мастерских. Можно сделать 2-3 мастерские, чтобы ты понимала. Да, да, да. 2-3 мастерские, которые будут перекрывать нужду 10 деревень и так далее. То есть разбросав это направление грамотно, можно будет решать и эти задачи. Ну, мне пора на это перевести. Да. То есть, нет, это генерал плен, но есть один генерал дирекционер, аспирающий, фокус. Так что все деревни, которые существуют здесь, они пытаются сделать их best, to use their specific opportunities they have, according to the qualities of people, who live in this or that village. And so, there is no necessity, for example, to create, and all these necessities, these opportunities are based on creating all kinds of master classes. Workshops. Workshops, all kinds of workshops, needed for life, needed for life. Мастерские, workshops. Стоит искусств. Гилд. Может быть, гилд? Может, гилд? Гилд? Оно не знаю, вода не знаю. Гилд? Я знаю, где они научатся. Гилд? Поэтому в этой части возникает следующая важная задача. Для того, чтобы создать эти мастерские, в сегодняшнем мире существует необходимость финансов, финансирования. Для этого возникает сразу целый ряд других направлений, которые должны сформировать на начальном этапе эти гилд. So for this, in order to make this manifested and realized, we should have some other more little tasks to be... Short-range goals. Yes, yes, yes. Какие эти самые маленькие, поменьше задачи, ты сказал? ...которые помогут сформировать эти мастерские, то есть финансовые... ...financial streams that will help to create these gilds. Поэтому эти направления можно разделить на несколько, ну так скажем, направлений, потоков экономических или финансовых потоков. Первый – это когда люди, поддерживающие идею, пробуют своим искренним добровольным желанием внести средства для того, чтобы это действие было сделано. Владимир говорит о several economic streams that could be here. The first economic streams is that people volunteer to give some financial support to develop these various gilds, and the second economic streams that are important. Второе направление – это когда мы организуем направления деятельности, которые приносят этот финансовый поток. К примеру, мы строим дома, и строим их где-то, допустим, в Красноярске, в Москве, и финансы, которые получаем с этого, идут опять-таки на формирование направления. And the second economic stream – the opportunity to get these finances for this transition process. So they construct houses in different parts of Russia, in several cities, in Moscow, in some other cities, and they are paid for it, and money comes for this very purpose and this very community. Это позволяет на начальном этапе сформировать что-то, что начнет уже давать, условно говоря, ту продукцию, или то, что необходимо для всех. It allows on this private stage to start forming these kinds of products or foods that will be totally self-sufficient in the future. So it's for this reason. Когда это, значит, на первом этапе налажено, второй этап развития вот этой мастерской заключается в замкнутом цикле, который обозначается тем, что все, что нужно для этой мастерской, должно делаться своими руками. То есть она должна не зависеть от того, что существует извне. Да. То есть когда этот первый этап реализован, мы имеем финансы, мы имеем требования, мы имеем требования, все, что нужны, для создания этих ценностей. Второй этап – это про креативность людей, так как они могли làm это без нижней поддержки, Как только этот этап заканчивается, то есть когда мастерская полностью себя закрывает, мы смотрим, насколько сейчас ее рационально дальше вести, чтобы она работала. Рационально. Почему? Потому что, приведу простой пример. Ткани. Если мы говорим, мы сейчас можем вырастить, допустим, животных, которые дают нам шерсть, мы можем сделать станок, из которого мы соткем ткань, и мы можем сделать одежду. Вот этот мы цикл весь прошли, мы это все можем сделать. Начиная от растений, то есть изготовления ткани из волокон растений, и также это шерсть животных, это все мы прошли. Но в рациональности видим, что пройдя этот весь этап, он нерационально. Нам, чтобы наткать одежду на всю общину, это процесс очень трудоемкий, большой и очень затратный. И поэтому на сегодняшнем этапе легче ткань купить. А это мастерство, оно у нас консервируется, как готовое уже, которое в любой момент может быть запущено, в какой-то экстремальный момент, когда произойдут, к примеру, какие-то сложности. Да, я не говорил много, но мы попробуем, да? Да, мы попробуем. И когда второй этап идет, эти гилты работают, они работают, они работают, и не только работают, но и производство всех необходимых вещей здесь, но и они должны думать о эффективном работе всех этих гилт. Эффективный работа? Эффективный. Ну я сказал, потом подначе… Рационально. Рационально. There's a certain thing about a little bit logical. Like, logical. Yes, yes. Logically organized in a rational way, how it should be used for the benefit of the community. Привезите пример, чтобы… Да, лучше не пример. She'll just give an example and you won't. To something, understand the idea. Can you translate it? А ты переведи про вот это производство. А, окей. Может, я просто даю пример. Я просто переведу. Да, я переведу, потому что он сказал, что я даю пример. Начинаем с момента, когда мы имеем в этом workshop, мы думаем о, например, мы берем примеры с clothes. Это очень трудно, и это очень долго, чтобы производить clothes. Потому что мы должны вырастить эту тюрьму, и многие люди должны делать это. Это касается времени. И в этом периоде, в этом периоде, это легко купить эти clothes. Но это очень важно, и мы решили, что может быть, мы закрываем этот workshop. Потому что, для сейчас, это легче купить эти clothes. Но это очень важно, чтобы мы иметь этот workshop. И, по-моему, не важно, что происходит в мире, например, например, что-то с природой, или что-то, что-то будет происходить, и мы не сможем купить эти clothes. Мы иметь этот, полностью, полностью, equipped и workshop. Поэтому, в этом периоде, потому что, это легче купить это, но это важно, что мы иметь их. Окей. Окей. Когда мы какое-то направление полностью соорганизовали, мы смотрим по приоритетам. То есть, у нас существует, вот как он говорит, план, какие направления обязательно надо сформировать для того, чтобы целостность жизни, в каждом направлении даем какое-то, значит, изделие, да, к примеру, или то, в чем мы нуждаемся, чтобы целостность жизни была закрыта. То есть, чтобы мы из каждого направления получили то, что нам жизненно необходимо. И там стоят приоритеты. Ну, к примеру, мы понимаем, нам нужно иметь, если что-то происходит с миром, обувь, одежду, питание, и мы, распределив это в приоритете, начали каждое направление развивать. Допустим, закрыли тему питания, все, мы на 90% сами себя обеспечим, и только 10% мы берем из мира питание. Значит, если вдруг случится какая-то экстремальная ситуация, то мы со своих 90% будем всех кормить. то есть, то есть, они имеют несколько, то есть, все эти активы для себя организованной жизни. Они имеют это большинство – что нужно для жизни если что-то происходит в мире. Например, они увидят, что мы имеем все необходимое для питания. Да, на 90% мы можем дать все необходимое для питания. мы видим, что если мы все для наших одежды, то что мы должны делать дальше, чтобы мы полностью индивидуально и self-organized. И в этом все все нужны для жизни, для себя – металл – металл – по металлу тоже все предусмотрено, – Это жизненно важно. Это – Important for life. – – – – – Одновременно развиваться могут и 10 направлений но они выставлены все в приоритете потому, что финансировать мы сразу, ну примерно 10 направлений не можем, мы можем что-то понемножку какое-то направление вести, но приоритет расставлены, то есть, более 150 направлений направление жизни, которое нужно для полностью автономного выживания людей при любых обстоятельствах. Это как-то все это выглядит. Кто-то же это, в общем-то, как бы удерживает, слово контролирует, не то слово, да, да. It's not the word control. Как такового контроля нет необходимости осуществлять, потому что все, кто живут, понимают или стараются принять, что это очень важно. You see, it's not the matter of control, because all people who live in this community, they do realize deep inside everybody how important it is to manifest all this. Yeah. Control is probably not the right word. Ну да, он тоже говорит, я понимаю, конечно, не то слово, но какие-то другие слова. In other words, there's somebody who's deciding, okay, we'll put emphasis here, we will not do – we will buy clothes and all of a sudden do it. Нам надо вот сюда, сейчас внимание, сюда внимание, это кто-то же должен быть. Да. Мы собираемся мужчинами. We are gathered together, men. И принимая большинством голосов ту направленность, которая должна быть сегодня. And we vote for the main directions of activities that we need now. Где каждый высказывает, где каждый высказывает аргумент, почему именно это направление надо развивать. В каждой деревне существует так называемая единая семья. Которая объединяет тех людей, которые приняли решение совместно жить. Принцип один – я пришел жить ради вас. По этому принципу не вы живете ради меня, а я ради вас. А не наоборот. А не наоборот. Окей? Да, да, да. Хорошо. Хорошо. Да. Поэтому я вернусь к… я не закончил мысль, связанную с мастерскими, вот с организацией мастерских. I will come back to the organizing of these guilds, a very important thought. Когда мы завершили процесс формирования одной мастерской, она готова. So when the process of one of the guilds is complete, it is ready. Нам обязательно нужно обучить этому мастерству людей. То есть передать опыт и знания, которые мы уже получили. Then we are to teach, to educate people, so that they could obtain all the needed knowledge that we have, in order for these guilds to… Начинаем с маленьких детей, которые с детского садика должны учиться постигать ремесло, которое существует у их родителей. To learn the skills that their parents have on them. Thank you. Для того, чтобы… Опять сейчас касаемся духовной темы. Для того, чтобы двигать эту тему, мы пришли к пониманию, что в конце XVIII века человечество пошло по технократическому пути развития. Поэтому все технологии, которые ведут к разрушению планеты Земля, мы не используем. Мы используем только то, что больше связано с руками человека, где он самостоятельно может решить задачу своего обеспечения без технократического уничтожения планеты. Один очень важный, спиритальный touch к этой конкурсации – что мы видим, что мы знаем, что начиная с 18 веке, человечество выбрали плохой путь развития, технократический путь. Поэтому здесь, мы фокусированы на использовании интенсии к креативности из наших собственных рук. Это означает, что нет электричества? Означает ли это, что света нет? Не совсем. На переходном периоде, естественно, мы пользуемся теми, так скажем, техническими разработками или знаниями, которые существуют сейчас. Но если коснуться еще более широко, то во Вселенной существуют совсем другие, более лучшие источники энергии, а не такие примитивные, как на Земле. Но если мы думаем более широко, то мы знаем, что в Вселенной существе есть довольно разные sources of энергии, и мы знаем об этом, что эти sources of энергии и энергии и энергии очень выше, чем те, которые существуют на Земле. Да, это одна вещь, но производить эти машины – это другая вещь. Да, я это понимаю. Но все равно производство этих всяких машин, вот как с этим… Anyway, I don't want to challenge you, we can go on and talk about that. I want to hear from you. Да, да, да. Вот эта деталь, он Вагнус сказал, что этот путь технократический, он ведет к уничтожению человека как вида. Поэтому в данном случае говорить об использовании той техники или условно говоря развитии этого направления, мы не видим будущего. То есть в данном случае это гибель человека. человек начинает уничтожать землю, то есть начинает живой организм. И здесь включается как духовный закон, так и материальный. так, так, это технократический путь опасный для человеческого сознания, потому что он понимает, потому что мы не используем эти вещи, которые уничтожают жизнь, как живущий организм, живущий жизнь. у нас. Как он Шумакер? Вы знаете Шумакер? Да. Э. Э. Шумакер из Британии. Экономист. Либо ты используешь инструмент, либо инструмент использует тебя. в том, что человек должен использовать инструмент, а все-таки не инструмент человека. В этом вопросе опять включается механизм духовной жизни верующих. все, что мы будем стараться развивать, оно не должно нести разрушение живой природы. И если нам приходится на сегодняшний день обращаться к природе, где мы что-то у нее берем, то это делается через молитву, которая позволяет снизить ту потерю, которую мы оказываем. И если теперь мы должны взять что-то из природы, но мы это делаем просто молитвом, попросим природы, дадим нам, потому что это необходимо для этого процесса. Это как это происходит. Очень хорошо. Очень хорошо. Вернемся к экономике. экономике. Я показал несколько направлений откуда финансы мы берем. Но все это направлено только на то, чтобы однажды уйти от этих финансов. финансов. Самая нестабильная на сегодняшний день система это финансы. финансов. Поэтому опираться на нее при развитии общества людей неверно. то мы не используем как основные вещи. Это просто неправильно. Поэтому пока существует эта система мы можем ее использовать разумно только для того, чтобы от нее уйти. только для того, чтобы вытащить колючку надо другую колючку, чтобы ее вытащить. Ну, можно и такой пример. Что еще более детально его интересует в экономике? Потому что он что-то может спросить очень... Что еще может быть очень важным для вас? Ну, я слышал в моей книге о духовной экономике экономике так вот в моей книге он написал о духовной экономике и там речь идёт о экономике дарения. И я слышал, что У вас есть это уже здесь? Да. So I heard you had gift economy I wanted to come and see. Is it functioning now, Ну, это духовный принцип жизни человека на земле. Это принцип, который позволяет человеку бескорыстно отдавать то, что он делает своими руками, ближними. И этот принцип как раз есть опять та вершина или тот уровень, к которому мы устремлены. То есть это жизненно важный принцип, о котором он говорит. Но здесь есть некоторые детали, которые в следующей книге он обязательно учтет. В принципе, дарение есть очень важный момент духовный, где помимо самого дарения, очень важно даже не зафиксировать, кто дарит. Да, это неважно, не акцентировать на этом внимание. Я приведу простой пример. Когда ты утром встаешь, рано утром открываешь дверь, а у тебя лежит именно та вещь, которая тебе очень крайне нужна, где ближние, узнав, почувствовав, что ты нуждаешься в этом, ты получаешь ее, но ты не знаешь, кто тебе ее подарил. И это как раз самый важный момент, где не акцентируется внимание на том, что я тебе подарил то, что делаю своими руками. Например, когда ты утром, когда ты утром открываешь дверь, открываешь дверь, и ты увидишь то, что ты действительно нуждаешься, и ты так счастливый, но ты даже не знаешь, кто поставил для тебя, что ты действительно нуждаешься, без того, чтобы сделать этот акцент, что я даю это подарок для тебя, и ты любишь его так много. И тогда этот принцип жизни будет основан прежде всего не на акценте дарения уже, а на умение просто почувствовать, что нужно человеку и без чего он сейчас обойтись не могут. Потому что процесс дарения, когда каждый человек что-то будет уметь делать, это как этап. как бы окончательная идея, когда он умеет чувствовать, в какой момент и кому это нужно отдать бескорыстно. Следующая книга, которую он будет писать, будет связана уже с следующим этапом процесса дарения. Ага. Ага. So, again, he says that the next volume of your book might be maybe connected with this second process of the book. That is the next volume of my book. Он говорит, а это и есть у меня в следующей книге. Сука. Да я же его сразу прочувствовала. Uh-huh. What question? Let me look. Минутку. Он там все записал. Когда мне Бупер не работал, он сфотографировал. Do you have any kind of gift economy operating now? Тем не менее, значит, сейчас у вас есть какая-то-то такая, пока назуем слово, экономика дарения, которую сейчас используется on any scale? Если я являюсь мастером, в мастерстве, в котором я уже владел и умею что-то делать, то я вот этот принцип дарения осуществляю самостоятельно, искренне, по своим чувствам и по необходимости. И тогда я использую этот принцип дарения осуществляю самостоятельно, чувствуя, кем я должен дарить это или это, что я делала с моими руками, например. И нету, как бы, обязательства это делать. А вот в этой единой семье, которая существует в каждой деревне, между членами семьи деньги не ходят, то есть денежная единица не... Труд, труд мы не продаем. Может быть, частично финансирование того или иного, той или иной работы связано с амортизацией оборудования для того, чтобы это оборудование восполнить, с затратами, прямыми затратами материала, из которого изготовлено. Это важно, чтобы была хоть какая-то форма восполнения в мастерстве, то, что можно дальше, следующему отдать, подарить и так далее. Может быть, какие-то очень много нужны финансовые вещи, которые связаны с деньги. Например, чтобы оборудовать деньги для каких-то... Куда-то? Амортизации. 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 Да. Да. Но, чтобы тогда развивать это в будущем, в будущем, но теперь они еще имеют какие-то необходимые вещи. Да. Но здесь вопрос о времени встает. Как они успеют совместить свою личность и свои нужды, да? И в то же время, если они... Да. Амортизации. Да. где все те, кто входят в эту семью, аккумулируют эти средства финансовые, которые идут на закрытие нужд тех направлений, которые нам жизненно важны. Ага. Амортизации. Амортизации. И зла, в гости с ней даже некий предет. И немец Playing the mtu с детителями. Амортизация. Азатjungи lotные, которые мы очень длочат в среде нужд... Я тоже, если можно, хотел бы свой пример из нашего примера сказать, и я хочу видеть как это, может быть, это как-то отразится в чем-то сказал. Наши, конечно, сообщества намного меньше, которые мы называем. В основном они в Америке находятся, ну типа фермерские. Мы не такие деревни. Там, допустим, деревни всего там 30-50, максимум 100 человек живут, примерно. Один из самых важных задач, который мы faced, был диспарит. Кто-то, 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 кто-то не имеет. А диспарит, это как нам есть? А, инэкология. Но тогда, говорит, получается такое неравенство у нас там. Один получил, а другого нет. Это было перед днями вот этой современной электроники. Если кто-то gets a new phone, о, I want a new phone. Например, у меня телефон, ой, говорит, у меня такой телефон, а у меня такой, более качественный. А, you know, one person gets something, then everybody wants to have that something. Например, у одного что-то есть, а другой думает, а у меня почему его нет? Ну да. Ну, вот это вот такое пока еще есть, это очень большая сложность. Особенно дети, они наблюдают и видят, что у кого-то что-то есть, а у другого нет. У нас есть ответы на все эти вопросы. И есть механизм, который позволяет человеку уйти от этого. позволяет человеку уйти от этого. О, уйти от этого? Да. Уйти от этого. 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 Это он так сказал, да. Да, начну просто с... Если он все сказал. Да, да. Это был мой пример. Это просто, думаю, приводит. А, да. Когда мы касаемся материальной жизни, то в зависимости от того, насколько материальные законы, которые существуют, исполняются, но уже в духовной направленности, зависит целостность этого общества и вообще возможность этого общества жить. То есть, соответствие материального и духовного, то есть, впереди должно идти духовное. Не материальный закон впереди, но соответствие. То есть, когда этот закон материальный подстраивается под то духовное, что все общество пробует, ну, двигать. Именно духовное впереди будет. Когда мы говорим о материальных, то мы должны всегда забывать в голове, что следует и не только поднимать, но и в том числе, что спиритовое правило и материальное правило, что они должны действовать в гармонии с другими другими, и только в этом случае материальные правила и материальные проблемы должны быть решены в правильном способе. И сразу-то касаемся некоторых принципов, которые мы пробуем в своей жизни реализовать, духовных, которые будут связаны потом с гармонией с материальным. Один из принципов... Гласит о том, что все, что с тобой происходит в жизни со мной, это самое лучшее для меня. Из этого принципа следует, что если сегодня у меня вот такой телефон, а не такой, то это для меня самое лучшее сегодня. И как только я недоволен тем, что у меня такой телефон, а у него такой телефон, это значит, я недоволен тем, что со мной происходит сегодня. Это нарушение духовного принципа. И второй принцип опять связан с этим, что каждый человек смотрит прежде всего как его собственную реакцию, но не как действие другого человека. И второй принцип, который спиритчатый, это как человек реагирует в этой ситуации. Он не думает, как он реагирует, как его реагирует, но он смотрит в себя в свою реакцию. Если каждый рассматривает свою жизнь в обществе, которое строится, именно хотя бы с этих двух позиций, то есть все, что со мной происходит, это самое лучшее для меня. И второе, что я прежде всего смотрю на свои действия, а не на действия другого человека, то тогда жизнь общества коренным образом начинает меняться. Да, это хорошая теория. А на практике как мы это делаем? На практике возникает момент только одного. Это желание человека устремленности идти по этим принципам. И даже если он что-то не исполняет, споткнулся где-то, то напоминая об этом принципе, подружеский человек желает снова это исполнить и снова поднимается на уровень, где он будет прежде всего рассматривать только свою позицию и видеть все это в положительном свете, то есть все, что с ним будет происходить. Итак, если кто-то случится, что с этим принципами, то есть люди вокруг него, но они его помогут в очень-оченьшем и любовным способом, чтобы он снова поднимается и снова поднимается в правильную сторону. Правда? Правда. Это так? Правда. 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 Да. И еще очень важно, что когда живет общество по этим принципам, то отсутствует или в минимальной степени существует момент поиска недостатков другого человека. И одна вещь очень важная вещь, чтобы сказать, что когда мы следим эти два принципа, то мы не можем обращать внимание на какие-то ошибки в других людей. Это принципы. Это и есть принципы. Да. Очень часто общество начинает делиться только потому, что имея разные позиции, разные точки зрения, никто не хочет уступить, каждый видит неточность у другого, неправильность у другого, а не в своей позиции. И в этом, получается, общество коренным образом делится. Это в религиозной теме делятся люди только потому, что видят один и тот же как будто бы закон, но по-разному. Поэтому здесь принцип объединения будет, прежде всего, когда я смотрю на собственную позицию и стараюсь с этой позиции начинать свою жизнь менять. Не все получается. Сейчас как бы я рисую картинку не в плане, что она здесь, в этом обществе уже идеальна. Нет, конечно нет. Но эта устремленность, она позволяет очень быстро решать задачи, когда человек, даже немножко отойдя в сторону, вновь возвращается в ту направленность, которая все вместе была принята. Идем вот так. Когда человек, или человек, или человек, или человек, даже если он не умеет, он немного отойдет, но потому, что за это коллективное желание, что мы идем в эту сторону, это становится гораздо более легче, как и это направление. Окей.